добрый день сегодня я покажу вам технику вязания квадрата из центра вот таким вот интересным узором который назвала восточный потому что у него такие вот похожие на восточный орнамент получается фигурные ячейки такая техника будет хорошо пример применяться на привязание ковров привязание любых квадратных мотивов привязание пледов из элементов или цельного из центра привязание подушек и чего угодно я буду вам показывать эту технику на примере хлопкова шнура узор двухцветный поэтому я взяла вот два цвета я думаю что серый в процессе я заменю на какой-нибудь другой еще начинаем с волшебного кольца волшебное кольцо провязываем столбик без накида 2 воздушных петли снова столбик без накида снова 2 воздушных опять столбик опять 2 воздушных у нас получается три столбика провязанных провязываем 4 затягиваем кольцо провязываем последние две воздушных петли и соединяем соединяем следующим образом вводим крючок сзади под первую петлю подобие и дольки накидываем петлю на крючок и утягиваем ее назад сильно не затягиваем вот нас получилось такое аккуратное соединение немножко сделаем поменьше эту петлю потянем за рабочую нить вводим в нее крючок и присоединяем контрастный цвет просто протягиваю нитку контрастного цвета через петлю и за рабочую нить подтягиваю так что петля затянулась сзади следующем ряду мы вяжем все столбики которые находятся по сторонам только вводя крючок за заднюю полупетлю когда мы доходим до угла в угол мы всегда будем вязать одно и то же столбик без накида 2 воздушных столбик без накида на стороне опять крючок ввожу за заднюю петлю на углу столбик без накида ввожу крючок прям сам угол 2 воздушных столбик без накида опять на стороне ввела за заднюю полупетлю на углу столбик 2 воздушных столбик следующая петля вот она за заднюю последний угол столбик 2 воздушных и столбик вот мы завершили квадрат соединяем точно также вытягиваем немножко петлю вводим крючок сзади вот в нашу первую в первый столбик за обе его полупетли вот так вот накидываем петлю на крючок и утягиваем ее назад не затягиваем сильно в каждом ряду мы переходим на другой цвет вытягиваем контрастную нить рабочую нить предыдущего цвета подтягиваем чтобы у нас петля затянулась в этом ряду начинаем уже с глубоких столбиков а именно мы сейчас сделаем столбик с накидом прием вводить вводить будем крючок вот сюда вот в эту внешнюю перемычку накид вот так вот я снизу вверх ввожу крючок в эту перемычку непривычки в начале будет тяжело потом нормально вот ввели провязали столбик с накидом следующая петля за заднюю обычный столбик дальше в углу столбик 2 воздушных столбик следующую петлю за заднюю потом снова глубокий столбик будем вводить крючок вот в эту вот петлю внешнюю в третью петлю за заднюю и в углу столбик 2 воздушных столбик снова 1 петля провязывается за заднюю полупетлю во второй делается глубокий столбик третью за заднюю и на углу столбик 2 воздушных столбик снова 1 петля за заднюю полупетлю дальше глубокий столбик опять за заднюю на углу столбик 2 воздушных столбик вот нас осталась здесь последняя петля вот она мы провязываем за заднюю и все соединяем точно так же как делали предыдущие разы возвращаемся к черному цвету здесь на изнанке у нас цвета перри кручиваются друг с другом сильно не затягивайте иначе будет сильно вот здесь вначале утягиваться полотно и так идем дальше в этом ряду мы провязываем черным цветом все петли только за заднюю полупетлю без глубоких столбиков здесь нам пока глубокие черные столбики не нужны по углам как обычно столбик 2 воздушных столбик по бокам провязываем все петли за заднюю полупетлю у нас на каждой стороне должно быть по 5 петель некоторые петли которые расположены близко к углам хотят скрыться под этими углами вот видите например вот это вот вот она не давайте им скрыться считайте чтобы ничего не упустить иначе квадрат будет прикошен так мы начинали с трех поэтому заканчиваем двумя петлями и соединяем ряд возвращаемся к зеленому слава богу кто-то прекратил пылесосить в коридоре первую петлю зеленую вяжем за заднюю полупетлю вторую тоже а вот третью вяжем глубокий столбик дальше одну петлю обычную и мы дошли до угла в углу как обычно столбик 2 воздушных столбик дальше одну петлю обычно следующую глубокий столбик потом 1 2 3 петли следующий опять глубокий столбик и следующий обычный то есть на каждой стороне у нас получается от угла сначала обычная петля потом глубокий столбик потом три обычных глубокий столбик еще одна обычная мы таким образом начинаем потихоньку вывязывать вот эти наши вот ячейки так снова обычная петля глубокий столбик 3 петли глубокий столбик одна петля одна петля глубокий столбик дальше не забывайте за глубоким столбиком мы петли вот эти вот пропускаем которые прям за ними раз-два-три глубокий столбик и одна петля на углу столбик 2 воздушных столбик и в последнем ряду у нас одна петля глубокий столбик и одна петля последняя соединяем возвращаемся к черному цвету теперь черным цветом мы сейчас будем вывязывать в наших вот этих вот ячейках такие вот черные прямоугольники первую петлю вяжем обычную за заднюю петлю следующий у нас будет глубокий столбик дальше оставшись три петли вяжем обычными столбиками за заднюю полупетлю дальше угол у нас здесь раз два три обычных петли дальше глубокий столбик обычная петля и снова глубокий столбик вот у нас внутри ячейки получается такой вот контрастного цвета прямоугольник и дальше три обычных петли на углу столбик 2 воздушных столбик на следующей стороне то же самое 3 петли обычных один глубокий обычная петля снова глубокий и до конца ряда 3 обычных столбиком повторюсь если обычные столбики то мы провязываем за заднюю полупетлю на углу всегда столбик 2 воздушных столбик снова 3 обычных глубокий обычный снова глубокий при обычных угол 1 2 3 обычных петли вот мы ряд начинали глубоко столбики вот он у нас будет еще один завершающий наш глубокий столбик чтобы уже как раз формировался рисунок и соединяем так пока у нас рисунок не очень виден продолжаем возвращаемся к зеленому зеленым цветом мы продолжаем вырисовывать наши вот эти вот ячейки то есть теперь у нас будет глубокие столбики здесь и здесь начинаем с обычных 3 4 5 вот я один лишь не провязала на самом деле все нас глубокий столбик должен быть вот здесь вот все вот этот распущу последний и сделаю его глубоким то есть чтобы у нас вот так пошла ступеньку последняя петля и угол дальше одна петля дальше глубокий столбик 1 2 3 4 5 6 7 здесь у нас 8 будет глубокий столбик и дальше обычная 1 то есть вот у нас вырисовывается ячейка так угол снова одна петля обычная 1 глубокий столбик теперь обычные петли дальше идут 2 3 4 5 6 7 8 глубокий и следующая обычная петля дальше снова одна петля 1 глубокий и поехали одинарные маленькие столбики вы потом на каком-то ряду поймаете себя на мысли что уже считать вам петли не нужно вы просто будете видеть по рисунку где какие столбики нужно вязать благо их тут всего два вида вот чтобы ступенька пошла наверх вот здесь нам уже нужен высокий столбик забегая вперед скажу что конечно при соблюдении основного принципа квадрата да то что мы на углах вяжем столбик 2 воздушных столбик как раз получается получается равномерное расширение полотна и вы можете увязывать любые рисунки которые захотите так что-то здесь меня смущает как будто я не туда ввела крючок не в угол а подняту петлю столбик 2 воздушных столбик вот и последняя сторона одна петля один глубокий и оставшиеся петли вяжем обычными короткими столбиками 3 петли оставшихся с четырех мы начали 3 довязали всего 7 как везде у нас было по сторонам соединяем потихоньку вырисовывается у нас рисунок уже возвращаемся к черному цвету так черным цветом мы продолжаем ввязывать прямоугольник внутри зеленого элемента прямоугольник это просто две таких еще вертикальных будут полоски соответственно в тех же места где у нас в предыдущих ряду предыдущем ряду были вертикальные вот эти глубокие столбики тех же местах они будут в этом начинаем с обычного столбика следующий как раз глубокий дальше прямые делаем в смысле маленькие делом обычные столбики до конца ряда угол то же самое пока не дойдем до высоких столбиков предыдущего ряда вяжем обычные короткие 345 и вот оставшиеся пять коротких на углу как обычно на стороне снова раз два три четыре пять шестой глубокий один короткий следующий снова глубокий и 5 до конца в смысле 5 до глубокого столбика связали 5 обычных следующий глубокий один обычный следующий снова глубокий и 5 обычных угол и на последней стороне раз два три четыре пять глубокий и все соединяем тоже начали макар с первого короткого он как раз будет перемычка между этим глубокими соединяем соединяем возвращаемся к зеленому цвету зеленым цветом мы здесь уже вот с этим с этим элементом мы сейчас будем заканчивать больше расширять не будем он пойдет у нас уже сужаться наоборот то есть у нас будут высокие столбики здесь уже и здесь начинаем начинаем с короткого 1 короткий следующий короткий а вот следующий у нас будет глубокий дальше 1 2 3 коротких а вот следующий опять глубокий потому что здесь у нас будет начинаться уже новый наш новая ячейка зеленая то есть длинный длинный вот у нас начало новые ячейки а этим столбиком мы мы сужаем наоборот нашу первую ячейку если пока не очень понятно не страшно просто повторяйте за мной и вы потом увидите орнамент и поймете как он вывязывается собственно по рисунку одна обычная петля следующий глубокий столбик 3 обычных следующий глубокий и один обычный опять три обычных снова глубокий и снова три обычных снова глубокий и один обычный то есть вот у нас ячейка завершается вот эти две начинаются так переходим на новую сторону обычная петля глубокая 3 обычных и сборки столбик снова три обычных и на глубокий при обычных глубокий обычный на углу то же самое как обычно все столбик 2 воздушных столбик обычная петля глубокий столбик 3 обычных глубокий столбик снова 3 обычных глубокий 3 обычных глубокий 1 обычная угол последняя сторона столбик обычный потом глубокий потом 3 обычных потом у нас глубокий один обычный и соединяем соединили сейчас возвращаемся к черному цвету что мы будем делать черным цветом в этой изначальной ячейке уже ничего не будем делать потому что вот этот прямоугольник у нас уже вывязан а вот в новых ячейках в этой и вот в этой и так на каждой стороне мы будем опять вывязывать вот здесь вот здесь длинные столбики чтобы вот они будут в предыдущей ячейке чтобы здесь теперь начинать вывязывать эти прямоугольники начинаем с первого короткого и дальше вяжем короткие столбики пока не дойдем до вот ячейки вот мы дошли делаем сюда первый глубокий столбик один короткий и 2 глубокий вот сделали и дальше вяжем короткие столбики до конца угол так следующая сторона самой первой петли идем до ячейки вот она у нас ячейка точно также вяжем глубокий столбик 1 1 обычная петля глубокий столбик 2 идем до следующих до следующей ячейки где нужно заполнять черным цветом вот дошли то же самое глубокий столбик 1 1 обычная петля глубокий столбик 2 идем до конца так черный у меня прекрасно кончился придется очень заменить так 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 дошли до угла в углу как обычно на стороне обычные петли дошли до ячейки глубокий столбик 1 обычная петля и следующий глубокий столбик то есть мы когда каждый ряд вяжем определенным цветом мы смотрим по рисунку что нам этим цветом нужно заполнять если нам в это в этой ячейке ничего не нужно заполнять то мы просто вяжем здесь обычные столбики тем самым мы рисуем как раз завершающий цвет контрастную эту полоску так делаем глубокие столбики и до конца ряда вяжем обычные угол так по стороне опять обычные столбики пока не дойдем до ячейки вы дошли глубокие обычная петля глубокий дальше вяжем обычными петлями пока не дойдем до следующей ячейки я пытаюсь размотать так дошли до последней стороны то же самое короткие столбики три штуки дальше глубокий одна обычная петля снова глубокий и оставшиеся 1 и 2 петли соединяем то есть вот вот эти ячейки вот эти ячейки зеленые у нас только сейчас начинаются а вот эту мы сейчас завершим началась она у нас вот с этой полоски вот такую же мы теперь про вяжем вот здесь вот чтобы завершить эту ячейку и соответственно вот здесь чтобы продолжать вот эту ячейку и вот здесь вот чтобы продолжать вот эту ячейку и так идем к зеленому цвету и прям в первую же петлю мы делаем глубокий столбик вот мы таким образом сейчас завершим полная симметрия вот эту первую нашу ячейку дальше обычные и вот это вот вот этот глубокий столбик он одновременно и завершающий первые ячейки и боковой вот этой ячейки все это орнамент переходящий элемент из одного в другой так и здесь вяжем ступеньку опять глубокий столбик вот чтобы у нас вот этот орнамент тоже вывязывался не забываем про одну петлю который здесь остается еще дальше угол и приходим к этой стороне одну петлю вяжем обычную дальше глубокий столбик дальше вяжем внутри и 4 5 6 7 и снова глубокий столбик все то же самое да мы и вот этот орнамент продолжаем и одновременно вот этот завершаем и снова 7 петель до следующего глубокого столбика снова глубокий одна петля последняя обычная и угол снова одна петля глубокий снова одна петля глубокий 7 петель 7 петель обычных весь кайф этого орнамента и вообще всех этих орнаментах которые вяжутся с помощью такого это мозаичной техники кайф состоит в том что считать вам уже не обязательно в какой-то момент его просто вывязываете эти столбики по рисунку это вначале только кажется сложновато потом вы поймете что это очень просто так одна петля один глубокий столбик 7 петель и конечно разнообразие орнаментов просто не ограничено может быть только вашей фантазией так один глубокий 5 6 7 1 глубокий один последний главное не забывать все петли провязывать чтобы у нас квадрат оставался квадратом ведь уже видны вот эти вот мозаичные элементы так и последний у нас угол так одна петля обычная один высокий столбик не забывайте пропускать петлю сразу за высокими столбиками которые вы вяжете до ее не провязываем два три четыре пять шесть семь все соединяем и так вот таким образом мы можем с вами вязать бесконечный этот квадрат главное не забывать менять цвета четко да у вас вот здесь вот расходящиеся центра получаются такие аккуратные вот полоски а от них в треугольнике будет разворачиваться собственно наш орнамент вот сейчас мы оба перешли обратно на черный цвет и смотрим черным цветом нам нужно завершить вот эти вот прямоугольники уже в двух местах в двух наших ячейках соответственно мы везде черным цветом вяжем короткие обычные столбики кроме вот этих мест вот здесь вяжем глубокий здесь соответственно всех сторонах здесь 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 и вот здесь да и дальше соединяем не забываем по углам как обычно вязать столбик две воздушных столбик потом мы возвращаемся на зеленый И смотрим, что нам, соответственно, еще нужно расширить. Смотрим уже по аналогии. То есть вот у нас образец есть. Если у нас вот эти два зеленых расширены до этого состояния, то значит потом в следующем зеленом ряду нужно будет уже их сужать. Видите, вот здесь мы начали их сужать. Соответственно, нужно будет уже провязывать справа и слева от них по длинным столбикам. Таким образом у вас получится такая вот аккуратная, очень интересная штука. Все применяется и в коврах, и в пледах, и в подушках, и в седушках, и в салфетках для стола. В общем, в любом-любом виде квадратном, в котором вы захотите. Спасибо. Если у вас будут вопросы, пишите мне.